Учиться, учиться, еще раз учиться. Так завещали великие мыслители прошлого. Ну а мы берем это за руководство к действию. Здравствуйте, я Лидия Папуш и мы поговорим о главных новостях в сфере образования, о выдающихся учителях Архангельской области и не только. На сегодня это наша внеклассная работа. 1 ноября стартовала регистрация участников государственной итоговой аттестации 2022 года. Как будет проходить прием заявлений из ЕГЭ, расскажем далее. 11-классники по месту обучения должны подать заявление с указанием перечни предметов. Обязательных и дополнительных пока никаких нововведений нет. Сдача ЕГЭ будет проходить как в докоронавирусный 2019 год. Конечно же, с соблюдением всех требований безопасности. Расписание сейчас в проекте, но как и всегда будет три этапа. Досрочный с 21 марта, основной этап с 25 мая и сентябрьские сроки. Выпускники 11-х классов для того, чтобы получить аттестат документов образования по завершении обучения в школе, сдают русский язык, это обязательный предмет, и математику, либо базовый уровень, либо профильный уровень. Профильный уровень сдают те выпускники, кто планирует использовать результаты этого экзамена еще и в качестве вступительных. Приглашаются также выпускники прошлых лет. Они могут принять участие в государственной итоговой аттестации для улучшения результатов. Для них организованы специальные места для регистрации. Всю информацию можно узнать на сайте Центра оценки качества образования. Прием заявлений до 1 февраля. В Архангельской области начался муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Юные северяне покажут весь свой багаж знаний в турнирах по 21 предмету. Муниципальный тур – второй этап Олимпиады. Сначала был школьный, в нем в Архангельском государственном лице и приняло участие более 800 ребят. 92 из них стали победителями, призерами – 711 учеников. По итогам двух этапов назовут именно тех, кто продолжит борьбу уже на региональном уровне. Ну, каждый год ведь задания разные, потому что зависит от класса, поэтому сложно оценить, сложнее они или легче становятся. Но то, что с каждым этапом задания сложнее становятся, это само собой. Напомним, что всего в этом году в интеллектуальную борьбу вступили около 50 тысяч школьников Архангельской области. В принципе, Олимпиада – это очень хороший способ проверить свои знания, в первую очередь, то, насколько хорошо ты знаешь предмет, насколько хорошо ты в нем разбираешься. Но, во-вторых, проходя дальше муниципального, на региональный и заключительный этап, у тебя есть большие бонусы, если ты станешь призером заключительного этапа при поступлении в дальнейшем в ВУЗы. Муниципальный этап завершится 27 ноября. После будут сформированы списки участников регионального тура, попасть в который смогут чуть более тысячи школьников по морям. Мы научимся с тобой строить город наш родной. В Архангельском техникуме строительства и городского хозяйства открылись четыре новые мастерские. Что можно изготовить на инновационном оборудовании, расскажем и покажем. Плотницкое дело, облицовка плиткой, штукатурные работы, малярные и декоративные. Теперь это не просто название предметов, а новые мастерские, оснащенные по последнему слову техники и соответствующие всем международным стандартам. В области уже на сегодняшний день создано 27 таких мастерских в различных учреждениях профтеха. В этом году будет создано 12 в целом в трех учебных заведениях. Это в Котовском педагогическом училище, в Данном техникуме и в Архангельском политехническом техникуме. Плюс ко всему Архангельская область стала одним из получателей федерального гранта на создание в 2022-2024 годах еще 31 мастерской. Оборудованная различной техникой, играми и макетами машин, в Няндому приехала лаборатория безопасности. Как прошли занятия, расскажем в следующем материале. В Архангельской области наблюдается тенденция к снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Но это совсем не значит, что наступило время определенной расслабленности. Скорее напротив, профилактическую работу важно продолжать и поднимать ее на качественно новый уровень. Этим и занимается Центр профилактики на протяжении уже двух лет. Обязательно проговариваем, что все-таки в силах сделать, что ребенок может сделать, если вдруг он стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия. То есть, конечно, в первую очередь позвать взрослых на помощь. Если рядом взрослых нет, то если есть мобильный телефон, позвонить, например, в службу скорой помощи, обязательно проговариваем все эти номера, информацию, которую ребенок может выдать. То есть, это свое имя, фамилию, конкретно четко, что произошло, что он видит и называть свой точный адрес. Интерактивные занятия и игры помогают детям легче усвоить и запомнить информацию, которая, несомненно, пригодится им в будущем. Мне очень понравилось, как мы изучали правила дорожного движения. Теперь я буду лучше ориентироваться на дороге. Главным событием уходящей осени, безусловно, стали 50-е юбилейные ломоносовские чтения. Все это под эгидой 300-десятилетия со дня рождения первого русского ученого и естествоиспытателя. Конечно, увиденное и услышанное еще только предстоит оценить. Но сегодня поговорим об итогах чтений с министром образования Олегом Русиновым. Олег Владимирович, здравствуйте. Буквально только что завершились 50-е ломоносовские чтения. В этом году они стали не только юбилейные, но и во многом знаковыми. Достаточно отметить то, что в Архангельскую область прибыла большая делегация с визитом из Российской Академии Наук. Какие итоги этого визита? Добрый вечер. Действительно, 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова – это знаковое событие не только для Архангельского Севера, но и для всей нашей великой страны. И все те мероприятия, которые проводились в рамках празднования юбилея нашего земляка, были посвящены как раз не только подведению итогов, но и нацелены на стратегию развития нашего региона. Все мероприятия проходили с участием представительной делегации Российской Академии Наук во главе с президентом РАН Александром Михайловичем Сергеевым, а также с представителями Уральского отделения Российской Академии Наук. Принимали участие в этих мероприятиях также представители наших федеральных университетов, Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова и Северного Государственного Медицинского Университета, а также Федерального Исследовательского Центра комплексного изучения Арктики. Был подписан очень важный договор. Какие конкретно планы входят в него? По итогам заседания Президиума Российской Академии Наук было подписано соглашение между правительством Архангельской области и Российской Академией Наук. Я бы выделил два ключевых момента в этом документе, в этом соглашении. Прежде всего, это создание Федерального Арктического Медицинского Центра. Мы с вами хорошо понимаем, знаем, где мы живем, условиях Севера, достаточно жесткого, сурового климата, и развитие арктической медицины становится приоритетным направлением. И второй момент. Много внимания было уделено проектам развития зеленого водорода, то есть зеленой энергетики. Это два ключевых момента, на которые, наверное, необходимо обратить внимание. Это также перспективы нашего опережающего развития, опережающего развития нашего региона. Если вернуться непосредственно к самим ломоносовским чтениям, что было еще интересного, помимо визита делегации Российской Академии Наук? Да, совершенно правильный вопрос, потому что юбилей Ломоносова – это событие, в которое были вовлечены все жители нашей области, в том числе и подрастающее поколение. Это студенты, школьники. В образовательных организациях проводились и сейчас еще проводятся малые ломоносовские чтения, где наши ребята имеют возможность выступить со своими сообщениями, с докладами, поделиться своими мыслями. То есть они не стоят в стороне от этого великого дела. Кроме того, конечно, нужно сказать о том, что меняется инфраструктура. В частности, в рамках подготовки к юбилейным мероприятиям был приведен ремонт ломоносовского дома, который действительно стал домом ломоносов, куда приходят люди, которые с трепентом относятся к Михаилу Вачилищу Ломоносову и к его наследию. Кроме того, в Холмогорах был открыт памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову. Очень важный момент – то, что состоялось присуждение и вручение ломоносовских премий, в том числе и тех премий, которые были учреждены губернатором Архангельской области Александром Витальевичем Цибульским. Участие приняли представители федеральных университетов, наших крупных производственных предприятий, и в частности «Звездочки», коллективы медиков. И я думаю, что те работы, которые были представлены, они выполнены на достаточно высоком научном уровне и имеют прикладное значение. Спасибо вам большое. С нами был министр образования Архангельской области Олег Русинов. А на Пине живи свои молодые ученые. Финалистом всероссийского конкурса «Учитель года» стал преподаватель физики и информатики Карпогорской школы Денис Галимов. Сегодня мы на занятиях проведем небольшие соревнования, выясним, какой робот более эффективно работает. Очередное погружение в тайны физики и робототехники совершают ученики со своим проводником в мир знаний Денисом Николаевичем Галимовым. Правда, теперь перед ними не просто педагог Карпогорской школы, а финалист конкурса «Учитель года-2021». Этот проект мы сделали для всероссийского конкурса и заняли первое место. Зелёный свет не только на светофоре загорелся для пинежского педагога ещё в прошлом году. Сначала участие в районном конкурсе, затем призовое место на региональном этапе. И вот Денис Галимов представляет Архангельскую область на всероссийском конкурсе. В этом году учителя со всей страны съехались в Ростове-на-Дону. Конечно, чувствовалось в глазах жюри, чувствовалось, как они смотрят за конкурсантов, за его прохождением этапа, одобряясь своим взглядом. Педагогам стоило пройти целую серию испытаний, создать видеовизитку, подготовить творческую мастерскую и, конечно же, провести урок. Сложность в том, что с учениками-участниками урока педагоги знакомятся за пять минут до занятия. Установить контакт к пенежанину помогло то, что он сам воспитывает четверых детей примерно такого же возраста. Надо было при помощи линейки измерить размеры маленьких тел. Но это очень просто, и поэтому мне захотелось что-то такого, что-то внесло интрибу. Я вместо линейки взял шпиц, и первый был вопрос, можно ли с помощью шпица измерить размеры маленьких тел. И мы весь урок пытались это определить. Я преодолел волнение, и мне урок намного легче было дать, чем ту же творческую мастерскую. За урок я получил максимальный балл по оценке жюри физики. Теперь кропогорские школьники гордятся тем, что их наставник – финалист такого масштабного конкурса. А для учителя признается, самая высшая награда – это горящие глаза детей, увлеченных изучением физики. Ведь, как известно, учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Всем учащимся 11 класса и тем, кто планирует пересдавать ЕГЭ в 2022 году, мы советуем посетить сайт Федерального института педагогических измерений. Там познакомимся со спецификой, увидим максимальные баллы по каждому учебному предмету, которые можно получить. А также подробно изучим демонстрационные варианты для того, чтобы быть готовым к сдаче экзаменов на все 100 баллов. Этого я желаю всем, кто откроет двери экзаменационных аудиторий, ну а поможет делать уверенные шаги наша с вами в неклассная работа. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok